Я с вами встречаюсь, я с удовольствием поговорю и о тета-хиллинге, и вспоминаю с благодарностью Татьяну Ильднову. Вы кто-то из присутствующих знали её, да? Знали, учились у неё. Я прошла у неё, наверное, 10 курсов тета-хиллинга, различных 10 курсов. И у меня только два учителя в тета-хиллинге — Татьяна Ильднова и Виана Ставина. И мы с ней были и друзьями в жизни, и она была прекрасным учителем. Много обсуждали всяких вопросов по работе. Тоже для меня уход её был шоком, хотя это чувствовалось. Это очень чувствовалось, и я просто отгоняла от себя эти мысли, но я всегда буду вспоминать её с благодарностью, с любовью. Это был прекрасный учитель и друг. Вот, очень-то всё печально, но жизнь идёт своим чередом, и мы с вами сейчас поговорим о самом тета-хиллинге. Я работаю в этой технике. Сразу же, как только я обучилась базовым продвинутому курсу и глубинным раскопкам, у меня на следующий день пошли клиенты. И вот с тех пор, уже сколько это лет, около четырёх лет, я почти каждый день работаю. Или очно на сессиях, или по скайпу. А после того, как обучилась у Вианы Стайбл, я веду группу, обучаю. Мне очень нравится эта техника, прекрасно работает, работают прекрасные результаты от меня. Вы сейчас скажете, почему же тогда люди болеют и умирают? Но об этом мы чуть позже поговорим, а сейчас я коротко расскажу, за что я люблю тета-хиллинг и почему он нужен. Во-первых, я не буду призывать всех работать с людьми. Для меня это такая техника, которая помогает нам жить в нашей повседневной жизни. Это как, знаете, вот утром мы посыпаемся, принимаем душу, чистим зубы. То же самое, когда мы работаем в тета-хиллинге, мы очищаем своё пространство, мы очищаем себя от различных эмоций, которые нам мешают, от различных убеждений, которые препятствуют чему-то в нашей жизни. И вот в этом плане работает очень эффективно. Очень эффективно, кстати, работает на исполнение различных желаний и достижение поставленных целей. В моей практике очень много случаев, когда, например, продаются дома, машины, которые долго не продавались. Как только мы начинаем работать в этом управлении, всё это случается. Со здоровьем такая интересная вот картина у меня получается. Когда приходят люди с жалобами на здоровье, то мы сразу же ищем причины психологические. Как сейчас говорят, каждая болезнь подтверждается психосоматической причиной. Мы сразу начинаем искать, в чём же причина, в чём этот блок, который позволяет болезнью развиваться. И когда он найден, когда мы доходим до корневого убеждения, болезнь уходит. У меня совсем недавно была, например, девушка, которая лечилась у народного целителя, у врачей, и у неё не проходило бы в спине. И вдруг мы с ней нащупали такую ситуацию в её жизни, которая вот как блок стояла и порождала убеждения такие, которые вот давали эту боль в спине. Она пришла ко мне во второй раз и сказала, вы знаете, уже две недели не появляется эта боль. Я не привыкла жить даже без неё, но её нет этой боли. Хотя мы с ней не цеплялись за этот результат, и даже больше целью было не прекращение этой боли в спине, а больше были вот эти вот беспокойства, которые она испытывала. Мы работали с ними. Ну, что касается тета-хиллинга, у меня такое мнение. Тета-хиллинга прекрасна, если будет владеть хотя бы один член в каждой семье. Хотя бы один. Потому что это настолько облегчает жизнь. Но обязательно нужно заниматься, работать. Это не волшебная палочка. Такая, что вот вы пришли, обучились за неделю, и всё перевернулось и идёт как в сказке. Нет. Это также требует повседневной работы. Это не так сложно. Это нужно выбрать как образ жизни. А если мы с вами решим постранить и стать более здоровыми, мы начнём ходить в спортзал, мы начнём питаться здоровой пищей. Мы не можем это делать только неделю. Мы это делаем постоянно. То же самое это на хиллинге. Хороший был вопрос, да, там очень распространённый. Что может быть стоит пройти базовый курс, посмотреть, что это такое, и пожить в этом, да, а потом пройти продвинутый. Так вот, правильно Наталья сказала, полностью согласна, что эти курсы нужно проходить, желательно проходить вместе. Нужно, такого слова нет, это каждый выбирает сам. Потом желательно проходить вместе. Почему? Потому что базовый курс — это как алфавит. Вот мы когда приходим в школу, начинаем изучать буквы. А на продвинутом курсе мы из этих букв складываем слова и фразы. То есть на продвинутом курсе мы начинаем уже по-настоящему работать, по-настоящему решать все вопросы. Потом многие техники проходятся именно на продвинутом курсе, очень важном, которые делают эту сессию самую эффективную. И те, кто прошёл только базовый курс, они лишены этого. Если собирается группа, когда сразу решают все пройти базовый продвинутый курс, я там не следую чётко по учебнику, по программе, а даю их вместе, эти техники. И мы уже со второго-третьего дня начинаем отрабатывать сессию от начала до конца. Уже заводится у человека просто на автоматизм вот эта работа. И от начала до конца человек знает, как идти, как начать сессию, как поступить в том или ином случае, как завершить, как провести раскопку. Вот таким образом работаем, если все идут на базовый продвинутый. Если, конечно, кто-то идёт на базовый, а кто-то и на базовый продвинутый, тогда я чётко по программе всё разделяю. Кроме базового продвинутого курса, я даю ещё мастер-класс, в котором я объединяю глубинные раскопки опыт мировых учителей и даю два учебника. Эти учебники являются прекрасной базой для самостоятельной проработки таких убеждений, которые свойственны очень-очень другим людям. Они очень распространённые, эти убеждения. Но мы с вами даже можем не подозревать, что они у нас есть. И такие удивительные открытия люди делают во время базового продвинутого и этого мастер-класса, что у них округляются глаза, они говорят, я никогда не думал или не думала, что со мной такое может быть. Результаты после прохождения базового продвинутого лично у меня. В моих группах, которые я наблюдаю, скажу вам честно, удивляют, что это даже не у меня. Человек, который не мог построить пару для семейных отношений, вдруг в течение двух-трёх месяцев это делает. Человек начинает спокойнее относиться ко всему происходящему, умеет осознавать, что происходит с ним, умеет владеть своими эмоциями, причём не подавляя их, а трансформируя в полезные для себя какие-то проявления. Но вы знаете, самое ценное, что бы я хотела отметить. Вот у меня была прекрасная группа молодёжная в Калининграде, в марте этого года. И там два молодых человека, они были просто ошарашены. Они просто, вот у них было такое удивление, они сказали, мы наконец-то поняли себя, их родители. Мы всю жизнь на них обижались и не могли принять. И мы наконец-то их поняли. И вот эти два человека, которые под 30 лет, да, молодых, они плакали, по-настоящему плакали. Я говорю, не сдерживайте, пожалуйста, свои слёзы, не стесняйтесь этих эмоций. Вы сегодня сделали, возможно, самое важное открытие в своей жизни. Вы сумели понять и простить своих родителей. Это очень дорогого стоит. Сколько людей живут вот в этих обидах на родителей, не понимая их, не умея выстроить с ними отношения. И, знаете, они пришли уже в совершение этих курсов, как раз вот на мастер-классе, и сказали, мы так благодарны, что пришли на этот курс, потому что впервые поговорили с родителями на равных, без упрёков, без обвинений, без прерывания фраз друг друга. Вот даже только ради этого, я считаю, стоит этим заниматься. Я очень люблю патахилинг и занимаюсь им, по сути, во всех случаях своей жизни. Я работаю с собой. Если что-то начинает болеть в теле, мы живые люди, у нас у всех есть какие-то подсознательные программы, причём они существуют как... Мы за один раз не можем всё снять и очистить. Мы как слой капусты, счищаем осторожно одно за другим, но мы постоянно меняемся. И, знаете, очень легко работать даже с физической болью, понимать причины, от чего это происходит, что тело говорит нам. Да, ещё на мастер-классе, если кто-то пойдёт на мастер-класс, у меня там есть свои наработки интересные, которые не только из тета-хилинга, там с энергетикой связаны. Я расскажу на мастер-классе, как эффективно делать загрузки. У меня другие техники, то есть тета-хилинг объединяем с энергетикой. И я расскажу, как очень эффективно делать загрузки, как работать с людьми на расстоянии, не делая пасы руками энергетически, а снимать боль под просто мыслью. Есть такие моменты, когда я работаю с людьми по скайпу, и человек чувствует, что, говорит, кто-то трогает меня по плечам, кто-то сейчас прикасается к моей голове. Вот эта техника помогает снимать боль очень быстро. Потом ещё такой момент, когда мы прорабатываем какие-то блоки, например, у меня был очень сложный случай. Молодая, очень красивая девушка, в другом случае такой инцест. И вот много-много лет она с этим жила, с этой болью, пользовалась разными практиками, использовала их, ходила к психологам, к психотерапевтам, и никак не могла отпустить. Вот мы с ней проработали одну сессию, очень эффективно, длительно, глубоко. Я не буду говорить, что это заслуга одной сессии, которую мы с ней отработали. Возможно, это всё вместе уже, вот то, что она раньше работала, и, может быть, эта сессия явилась в последний кадр. Но я её предупредила, говорю, в теле это всё отпечатывается, и завтра, возможно, вы будете чувствовать физическое немедомогание и боль. Тогда вы звоните мне по скайпу, и 15 минут безоплатного времени в дополнение к сессии я снимаю эту боль. На следующий день она мне пишет и говорит, мне сегодня так свел уши, что я не могу повернуть голову. И тогда мы с ней выходим в скайпу. Я делаю вот чисто энергетическую эту практику, и боль это уходит. Вот на мастер-классе я буду рассказывать, как это делать, если кто-то закончил прийти. Ну вот, а по этой хилингу, пожалуйста, задавайте вопросы. Мне легче будет рассказывать, основываясь на ваших вопросах, потому что, может, кто-то уже что-то знает. Вот. Есть.